Сегодня состоялось заседание совета областной организации партии регионов, расширенного совета, на котором присутствовали приглашенные. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию партии, мы проговорили наши перспективы на ближайшее время и выработали сегодня свое отношение ко многим ситуациям, которые происходят в Верховной Раде, в Киеве, в Харькове и в других городах нашей страны. Первое. Областная организация партии регионов на совете приняла решение провести переговоры со всеми руководителями партии, кто берет на себя ответственность за дальнейшую сумму. Обсудить перспективы проведения в ближайшее время съезда партии и проговорить кандидатов на выборы президента, проговорить наши отношения к тому, надо ли проводить выборы в стране, я имею в виду депутата Верховной Рады или нет, если да, то какие сроки. Все вопросы, которые сегодня касаются политической жизни. Была дана оценка депутатам партии регионов и харьковчанам, и не харьковчанам, которые в Верховной Раде сегодня голосуют за разные решения, которые выносятся в сессионный зал. И принято решение принять активное участие в тех встречах, которые будут проводить на округах депутаты-мажоритарщики со своим избирателем. Объясняю позицию партии по отношению к тому или иному депутату за его перемещение по фракциям и голосование по тем или иным законопроектам. 1. Областная организация партии регионов Харьковского университета заявляет, что не будет участвовать ни в каких процессах, которые организовываются сегодня руководством партии регионов, если основные позиции не будут с нами согласовываться. Будь то съезд или какое-либо другое важное решение. Партия регионов Харьковской области требует от тех, кто сегодня взял на себя ответственность за руководство партии, соответствующего к себе отношения и предоставления нам возможности принимать участие в выработке всех важнейших решений. 2. Областной совет, совет областной организации партии регионов осуждает действия народных депутатов, избранных в партии регионов Харьковской области за их голосование в поддержку правительства и за их голосование по многим законам, которые сегодня вызывают вопросы по поводу легитимности с одной стороны, а с другой стороны вызывают вопросы по поводу адекватности этих законов. Мы сегодня на совете приняли решение обратиться к фракции партии регионов в Верховной Раде с требованием заявлять более жесткую позицию, направленную на защиту интересов избирателей, особенно юго-восточных регионов нашей страны, потому что именно в этих регионах большинство голосов было отдано за тех депутатов, которые сегодня по каким-то своим личным причинам полностью слились с нынешней новой властью. В случае, если наши требования не будут выполнены, мы не увидим четкой и жесткой позиции партии регионов, если мы не увидим принципиальных выступлений по поводу происходящего в стране, если мы будем дальше наблюдать за голосованием Верховной Рады, депутатами от партии регионов, за те законопроекты, которые селят хаос и несут негатив и будут иметь плохие последствия после их реализации для жителей Юго-Востока, мы оставляем за собой право принимать более жесткие и радикальные решения. Какие, покажет время. И в завершении короткого к вам обращения. Партия регионов это не только, да, наверное, и не столько руководители. Партия регионов это полтора миллиона членов партии, простых людей, которые никакого отношения к чему-то плохому не имели и не имеют. В Харьковской области более 155 тысяч членов партии. И хочу вам сказать, что в различные районные партийные организации в течение этой недели поступают заявления с просьбой по вступлению в ряды нашей партии. Жизнь продолжается. Мы переходим в оппозицию центральной власти. Партия регионов будет поддерживать все те здравые решения, которые будут выноситься на сессиях областного совета, Харьковского городского совета, районных советов и городских городов областного значения. На этом все. Готовы ответить на Ваш вопрос. Спасибо. Пожалуйста, предыдущий канал. Михаил Матвеевич, Вы сказали о том, что партия оставляет за собой право принимать более жесткие и радикальные решения на местах. Ситуация изменилась, конечно же, с четверга, с момента Вашей конференции в редакции «Посстановка правды», вы говорили о необходимости вооружать дружины, вооружать людей, а те, кто именно таким образом вооружены возле академии внутренних поезд, нападал к журналистам, эти факты сейчас расследуют милиции, а тогда вы их назвали ангелами. Имейте ли Вы сейчас в виду, говоря о рюкальных и жестких решениях, то вооружение, о котором заводили раньше, и не поменяли ли свои доскудения по отношению к тем молодым людям, которые убили журналистов, разбили камеры, три как минимум. Я Вас расстроил. Или просто не поменял свои отношения. Я еще более укрепился в нем. Это во-первых. Что касается вооружения и защиты. Сегодня Вы прекрасно можете видеть, я понимаю, как Вам это не нравится, но харьковчане очень быстро отреагировали на реальные угрозы нанесения ущерба исторической части города Харькова. Они самоорганизовались, вышли на защиту памятника Ленину. А если понадобится защита других зданий и сооружений, то я думаю, что за этим дело не станет. Вооружать там людей нет никакой необходимости, потому что те, кто представлял из себя на словах грозную силу, понадевал каски, закрыл лица и взял в руки палки, в первый вечер, к сожалению, поколотил молодых парней и девушек, но как только увидел, сколько людей вышло защищать памятник, ретировался и спрятался в областной государственной администрации. Сидят они там охраняемыми милиционерами и кричат оттуда свои любимые речки. Поэтому с жесткой необходимости сегодня выводить самоорганизованные дружины нет никакой. Милиция справляется с охраной общественного порядка, по большому счету охраняя от праведного гнева людей небольшое количество молодых людей такой нацистско-фашистской направленности. И пока, слава Богу, не допустило в ситуации, при которой могли быть столкновения. Михаил Маркович, скажите, кого Вы сейчас считаете президентом Украины? В этом вопросе есть определенные разногласия. Хороший вопрос. Я Вам скажу как юрист. Решение Верховной Рады о подставке президента Украины Виктора Януковича очень сложно назвать паром и в решении. Нет у нас в Конституции ни образца 96-го года, ни образца 2004-го года такой формулировки, как отстранение за то, что самоустранился. Я пытался найти хотя бы, какой статье можно привязать вот это вот определение «самоустранился». Я нашел две похожие. Это отставка в связи с болезнью и отставка в связи со смертью. Если говорить о последнем, то, я думаю, сегодня в 15.00, по киевскому времени, во время пресс-конференции, мы увидим, что президент находится в добром здравии. Если говорить о болезни, я видел главу государства 21-го, даже в ночь 21-го на 22-е февраля, он не выглядел больным человеком. Поэтому я думаю, что это тоже не причина, которая могла бы лечь в основу решения, которые приняла Верховная Рада. Поэтому признавать его президентом или не признавать, это, наверное, личное дело каждого. Сегодня многие, кто принимает решения от имени Украины, они руководствуются революционной целесообразностью, а не законами и Конституцией. Поэтому де юре президентом в нашей стране сдается Виктор Янукович. Де-факто ВОО Турчина. Вы уже не глава обл. администрации, но тем не менее вопрос, касающийся помещения обл. администрации, все-таки один из ведущих в городе политиков. По вашей оценке, каковы перспективы, что демонстранты с маской, с щитами, с палками освободят обл. администрацию и вообще снимут маски? Коллеги, я хочу... Продолжение. И по вашей оценке, когда можно ожидать того же самого в городе Киеве? Вот давайте разберемся с ситуацией, которая произошла в Соболе администрации. Вы должны понимать, что администрацию не захватили. В администрацию этих молодчиков пустили. И фактически изнутри открыли двери. И сдали, как в старину сдавали крепости, его так точно сдали обл. администрации. Я в это время находился в Российской Федерации. Я по определенным обстоятельствам должен был вывезти свою семью. Я это сделал, сразу вернулся. Меня не было, наверное, часов 20 на территории Украины. За это время, не хочу говорить кто, открыл ворота, подвалы. И туда они не просто зашли, они зашли туда, хорошо подготовившись к обороне. Буквально недавно исполняющий обязанности Валентин Григорьевич Дуб вместе с сотрудниками МЧС вывез порядка 120 бутылок с зажигательной смесью, которые были в первый же день, или, может, там буквально на второй день, туда завезли. С какой целью мне непонятно. В облах администрации работают мирные люди. Там нет милиционеров в таком количестве, чтобы воевать с ними с помощью 120 бутылок с зажигательной смесью. Кроме этого, там находится еще какое-то травматическое оружие. Частично я это слышу по рассказам работников облах администрации и областного совета. Частично я это вижу с помощью телевизионных репортажей ваших коллег-журналистов. Поэтому никто ее не захватывал. Ее просто сдали и пустили. Теперь по поводу их нахождения там. Первое, что мы сделали, мы обеспечили доступ на рабочие места всем сотрудникам обл. госадминистрации и работникам областного совета. И областной совет, и областная администрация работают сегодня в штатном режиме. Если не считать небольших недоразумений, большого количества спящих на полу людей, поющих песни и устроивших там себе такой лагерь. Насколько мне известно, вчера, ну по крайней мере на полчаса назад, все вот эти вот молодчики были отнесены на первый этаж. Правое крыло облах администрации и теперь дежурство по недопущению праздного шатания людей с масками, в масках и с касками на голове осуществляют активисты, в том числе и воины афганцев. Работе, полноценной работе в государственных органах и органах местного самоуправления они не мешают, за исключением того, что принесли с собой дискомфорт. Там некоторые ходят с автоматами, люди, там много женщин работают, не в восторге происходящего. Поэтому милиция постепенно, спокойно в этом плане навела порядок и все ружья, автоматы, поубирали, чтобы они там с ними не шатались. Следует вопрос, почему вы их оттуда не уберете? Мне, как харьковчанин. Я скажу честно, вам свою позицию выскажу. Мы, когда попытались с ними переговорить, как минимум трижды это делал Геннадий Кернезов, мы поняли, что там разговаривать не с кем. Там абсолютно разные группы рухи. По нашим сведениям, от 4 до 5. Каждая из которых имеет свои цели и задачи. Каждая из которых не подчиняется другой и не хочет ни о чем договариваться. И что самое интересное, ну как минимум три этих группировки имеют свои претензии на своего кандидата, на пост руководителя Харьковской областной государственной администрации. Поэтому они охраняли здание не для того, чтобы меня не пустить. Я был на работе тогда, когда я планировал в понедельник. Я встречался в своем рабочем кабинете с Викторией Михайловной, с Ирой Ивановичем Черновым, с секретарями, которые работали в моей приемной, с Еленой Петровной Олежковой. Я провел необходимый, с Валентином Ивановичем Дулубым, провел необходимое совещание, дал необходимые указания, и вышел к людям, где меня и видели ваши журналисты. Заехал я, как обычно, заезжал на работу с улицы Иванова, зашел через боковой вход, как обычно заходил всегда на работу. Точно так же и вышел, точно так же и выехал. На входе возле Шлагбаума стояли какие-то молодые люди в касках, масках, с палками. Но мы что проезжали, они к нам не подходили, что выезжали, они к нам не подходили. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему мы их оттуда не увели. Я, когда понял, что мирным способом мы с ними не договоримся, а силой, нужно понимать, для чего, ради чего. Вот не сегодня, а завтра будет назначен, или представлен, может быть, даже уже, новый руководитель Харьковской областной государственной администрации. Это, в принципе, человек, который идейно и по духу очень близок к тем, кто захватил. Я думаю, что он должен выйти к ним, предложить им уйти и с помощью милиции, тех, кто не захочет уходить, оттуда удалить. Это такой первый экзамен на легитимность избранного нового главы обл. госадминистрации. Зачем я буду у него отбирать такой хороший информационный повод и мешать ему разговаривать с людьми, которых они сами на сети действия и подспевали. Если бы эти молодчики помешали работе обл. госадминистрации или областного совета, если бы они реально представляли угрозу для здоровья и жизни сотрудников обл. госадминистрации или областного совета, я думаю, что мы очень быстро бы нашли способ как их оттуда убрать, да так, чтобы они туда больше не заходили. Еще один интересный факт я хочу вам сказать. Я о нем узнал только лишь сегодня. Одними из наиболее агрессивных молодых людей, которые там находятся, являются представители некой организации Секта-82. Это, насколько я понимаю, одно из объединений болельщиков ультра с харьковского металлиста. Я сегодня имел неудовольствие посмотреть на них с помощью интернета. Видеоролик, который они записывали задолго еще до революции. Это абсолютно фашистская организация. По крайней мере, они так себя представляют, они так о себе заявляют. И когда я сегодня говорил, что оба администрации захватили люди с нацистскими и фашистскими взглядами, это не потому, что я на них ярлыки вешаю, это потому, что они так себя позиционируют. Я думаю, что вам интересно будет спросить у них, пусть представятся, кто из секты-82. И посмотрите этот видеоролик, их обращение криковчанам, их крики про Гитлер-Юген и другие призывы с Зигавани, пусть они вам ответят, это они или не они. Мы очень многих уже опознали. В облах администрации очень много видеокамер установлено. Они не всегда ходят в масках. И по лицам этих людей, которые можно было снять с сигнала видеокамеры, это сделать несложно, в интернете много чего угроза. Мы их идентифицировали, потом нашли их и посмотрели, кто это. Есть там, как нам, знакомые лица, которые очень часто оказывались на всех митингах против городской, областной власти, будь то строительство дороги через парк Горьково или строительство нового парка развлечений, парк Горьково. Одни и те же лица. В Крыму. И не является ли это, как бы сказать, осуществлением каких-то планов в Крыму для невозможности осуществления этих же планов на юге и востоке Украины? И в Харьковской области в том числе. Из-за того, что здесь представители прокуратуры, даже не знаю, как мы отпечатали. Ну, скажите, что вы думаете? Вы же политик. Я думаю, что ситуация в Крыму предмет обсуждения для крымских политиков и людей, проживающих в Крыму и центральных органов власти. По большому счету, конечно же, ситуация там очень непростая и непонятно, к чему эта ситуация может привести. Но если попросили искренности, я хочу вам, как в том анекдоте, ответить вопросом на вопрос. Скажите, а кто такие правила игры в государстве создал? Кто, не имея на то полномочий, вернул Конституцию 2004 года? А крымчане теперь, насколько я понимаю, возвращают Конституцию 1992 года? Кто создал прецедент захвата зданий государственных учреждений с оружием в руках? И амнистировал этих людей, мало того, сделавших героями? И как нам теперь относиться к тем крымчанам, которые с оружием в руках блокировали парламент, Автономной Республики Крым и захватили дом правительства? Кто они для новой власти? Герои или экстремисты? И отличаются ли они от тех, кто делал то же самое во Львове, в Киеве, да и в Харькове? В понедельник мы имели неудовольствие наблюдать пять вооруженных человек, которые приехали к нам из Киева, представились представителями по-моему самообороны или правого сектора, не знали их куда, и мало того, их полномочия подтвердила Министерство внутренних дел, они сказали, что неуполномочены вести переговоры по разблокированию областной государственной администрации, скажите, это как оценивать? Поэтому я не знаю, если по закону Украины, по конституции Украины, неважно какой, четвертого года или шестого, то, конечно же, все, что происходит в Крыму, требует немедленного реагирования компетентных органов парламента и президента. Но если опираться на те законы и правила, которые принесла с собой революция, то, в принципе, им надо тогда сказать, что они герои и предложить какие-нибудь должности в правительстве Крыма, вывезти их на площадь, поставить на сцену в Симферополе и спросить у людей, подобряют ли они такие действия хотят ли они их видеть в правительстве Украины. Но вы же понимаете, что какого джина из бутылки выпустили евроинтегратор и что они с Украиной сделают. Я хочу сказать вам, что огромная ответственность и вина за все, что произошло, лежит на предыдущей власти, в том числе в той власти, которую я представлял. но каждый отвечает за свой участок работы, да? Вы же видите, что в Харькове были наименьшие протестные против власти настроения. Это говорили социологи, это было видно по Майдану, по нашим, Евромайдану. Ну, по вашему, по нашему, по вашему, Евромайдану. Почему это произошло? У нас не было такой пропасти в отношениях между властью и людьми. Да, нас критикуют, да, нас там ругают, да, ожидают большего, но это конструктивно, это в диалоге. Нас на виллах никто же не вынесет и не вынесет. И сколько сейчас не устраивая выборы мэра Харькова, Кернес победит с отрывом в три-четыре раза ближайшего конкурента. Кто бы сюда не приехал? С какими бы деньгами сюда не пришли бы на выбор. А почему? Да потому что его люди уважают и хотят, чтобы в Харькове был именно такой мэр. А пятый канал, на него всякие глупости говорят. Я закончу. Так вот, дворцы, замки, роскошная жизнь, все это очень сильно людей раздражало. И при хорошей организации их несложно было вывезти. Но есть же черта, которую нельзя переступать, если мы хотим жить в государстве, если мы хотим жить в стае, ну, тогда нужно сказать, что у нас не действуют, не работают законы. Давайте жить по закону сильного. Тогда у нас президентом является не Турчинов, а Сашка Билый, который лупит прокуроров, приходит с автоматом на сессию, тогда он, по-моему, еще самый сильный у нас. Может даже Кличко победить по напору, наглости и авантюризму. Но вы хотите жить в такой стране? Я не хочу. Я не хочу. Это не государство. То, что сегодня они создают, это не государство. Я хочу, чтобы здесь работали законы, чтобы не клеймили позором людей без суда и следствия, чтобы хватило ума у кого-то из новых представителей власти выйти и сказать, да, у нас есть претензии к одному, ко второму, к третьему, но Беркут ни при чем. Беркут выполнял приказ. Люди, которые работали и работают на Евгал-Востоке, ни при чем. Мы не будем никого тут не люстрировать, ни по-другому, боюсь сказать слово, чтобы не выживалось. Все, выдохнули, возвращаемся в законное русло и развиваем нашу страну. Надо платить зарплаты, пенсии и делать очень много полезных вещей для людей. Но не хотят же. Вы же посмотрите, какая агрессия идет в сторону Харькова. Я не говорю там про законы, которые отменяют по языку. Агрессия идет. С нами никто не советует. Нас никто не видит. Никто не хочет принимать во внимание то, что у нас здесь свой уклад жизни, сложившийся десятилетиями. И люди от страха ищут спасения. Но это не признание власти. Это страх перед новой власти. Страх за то, что будут по революционной целесообразности наказывать, бить, сжигать. Кто-то сегодня из людей, обладающих всей полнотой власти, остановил этого террориста, когда он бил прокурора или зампрокурора. его арестовали, его изолировали от общества, он опасен. Кто-то сегодня потребовал вынести оружие из обл. администрации. Какая власть нужна еще? Прокурор, милиционер, армия, все в руках. Этого не делают. Не делают, потому что не хотят или не могут. Кто-нибудь защитил дома Киевля, которые сегодня грабятся от полнейшего беспредела. Ладно, Межигорье взяли приступом, все, захватили, вот Трофеева. Почему они ходят по домам детей, политиков? Кто им дал право определять, что это украдено, не украдено? Это что, следователи? У них доказательства есть. А что, человек не может в этой стране зарабатывать и покупать себе то, что хочет? Докажите источник его денег незаконных, а потом судите, описывайте и забирайте. Никто не останавливает. А чтобы вы знали, в Киеве еще более-менее, а в Киевской области дома тех людей, которые выехали от страха. Там многие выехали не политики, бизнесмены выехали, деятели общественные выехали, я имею в виду там, кто может себе позволить жить в дорогих элитных поселках, певцы, спортсмены какие-то. Там грабеж, там по 20-30 человек, группы, выезжают, разбирают окна, залазят туда и выносят то, что им нравится. и боятся остановить милицию и уезжают. Поэтому, коллеги, я хочу вам сказать, что, пользуясь случаем, от вас очень много зависит подача информации. Если вы будете работать так, как 5 канал, я не учу вас профессии, я не умею. Я не умею делать репортажи, но если вы легализовываете беспредел, разбой и грабеж, потому что там их всех показывают героями, как они машины проверяют на улицах, людей унижают. Извините за эмоциональность. Спасибо. По поводу президентской компании, определились ли вы с человеком, который будет возглавлять ваш штаб? И второй вопрос. В Киеве, в Кулуарах говорят о том, что партия регионов будет выдвигать президента Сергея Тегимова. В связи с этим, как вы себя будете профессиональны? Смотрите, я член полицовета партии регионов. Руководитель второй по численности организации. А с учетом того, что многие распустились, я думаю, что круг людей, принимающих решения по поводу съезда кандидатов, он очень узок. Если кто-то для себя решил, что он будет выстраивать отношения с областными партийными организациями и с региональными лидерами, по тому же самому принципу, по которому выстраивались бытность руководителя партии Виктору Федоровича спускать нам сюда циркуляры и говорить, что нам делать, то он глубоко ошибается. Все. У нас, я имею ввиду харьковчан, членов партии регионов, есть в руках устав партии. И этот устав требует широкого обсуждения важных для партии вопросов. Поэтому там могут выдвигать кого угодно, но это должно быть решение общее, в том числе с учетом мнения Харьковской областной организации партии регионов. Я об этом сказал сегодня, что такое решение было принято на совете. По поводу избирательной кампании. Я свое решение озвучил. Как будут развиваться события в дальнейшем, покажет жизнь. Я, если бы мог прогнозировать уже бы все спланировал так, как буду делать. Но у меня в планах было на эти выходные поездка в Севастополь, Крым, Одесса, встреча с людьми, общение с местными телеканалами и с другими средствами массовой информации. Я же не могу предугадывать, как развиваются события, поэтому я эту ситуацию отменил. Думаю поменяю маршрут, буду работать по-другому. Но смотреть, как может развиваться событие. Очень много зависит от того, что сегодня скажет Виктор Янукович на пресс-конференции. Когда меня спросили, кого я считаю действующим президентом, я сказал, что де юре президент Виктор Янукович. Одни страны его признают президентом, другие страны его не признают президентом. Но я вам как юрист говорю, если убрать революционную целесообразность, ни один суд не подтвердит, только если там с автоматами не будут стоять, такие как Сашко Белый, не подтвердит легитимность принятого решения Верховной Рады. У них не было таких полномочий. Верховная Рада может присоединить к Украине Луну и разрисовать ее, отправив туда космическую экспедицию в желто-синий цвет. Но это же не значит, что она будет принадлежать Украине. Если сегодня будут сделаны заявления, которые реально будут влиять на легитимность принятых решений ранее Верховной Рады, я буду корректировать свою позицию, свое поведение, потому что один из вариантов развития событий это признание выборов, которые пройдут 25 мая, нелегитимными, такими, которые не должны состояться. Потому что 21 числа всего месяца три министра иностранных дел Польши, Германии и Франции поставили свои подписи под соглашением с действующим на тот момент президентом, с тремя лидерами оппозиции о том, что выборы президента досрочные, пройдут в декабре всего года, но до этого будет изменена Конституция не позднее, чем в сентябре 2014 года. Кто этот договор отменил? И Янукович не этот договор не нарушал. Наоборот, по этому договору должны были разблокировать государственные здания, учреждения, сдать оружие и сделать другие вещи, которые бы снизили градус в Киеве. Оппозиция не выдержала ничего. Оппозиция нарушила все, что можно было нарушить. Но там есть подписи, как я уже сказал, трех министров иностранных дел. Это не друзья оппозиции, это представители трех крупнейших европейских государств. они обязаны гарантировать исполнение этого договора. Поэтому варианты могут быть разные, а говорить, кто персонально будет возглавлять штаб, кто будет работать, кто будет доверенными лицами, это все вопросы второстепенные. Я думаю, что вас больше всего интересует, будет ли Геннадий Кернес участвовать в избирательной кампании. Я могу вам сказать, что он вряд ли, потому что Геннадий Кернес действующий Харьковский городской голова. Он обязан приходить на работу в начале рабочего дня и уходить тогда, когда посчитают, что уже все вопросы на текущий день решили. А работа начальника штаба это не работа на час или на два, это ежедневная работа с командировками, с выездом, с управлением большим количеством людей и с оперативным управлением штабов, которые будут открыты в других регионах. Он физически не сможет выполнять эту работу. Поэтому там будет человек с организаторскими способностями, с опытом работы на выборах многолетних. Но фамилии сейчас называть нет никакого смысла. А Геннадий Кернес, как мой друг, как мой соратник, конечно же, в доступной для него форме будет оказывать поддержку во время избирательной кампании. Володя, я тебе дюйду. Володимир Носков, Украинская судба, радисудар. Михаил Маркович, прибічники, которых вы поддерживаете, митингующие біля памятника Ленина, что вечера, что дня митингуют Россия, Россия, Севастополь, Севастополь, ну и Беркут, Беркут. А мы бачим, яка зараз відбувається конфронтація в Украине. Вы их, все же таки, поддерживаете. Я имею в виду тех, кто стоят у памятника Ленина. Тогда скажите, пожалуйста, почему звучат такие гасла, когда это очень небезопасно, но вы сами сказали, чем это может быть, может обратиться. Володя, вы так обратили вопрос. Во-первых, я не выводил людей к памятни Кулина. Нет, я сказал, что вы поддерживаете. Ну, конечно, поддерживаю. Конечно, я могу не поддерживать людей, но это люди со своими взглядами, со своими интересами, со своей жизненной позицией. Вы считаете, что я могу влиять на позицию этих людей, говорить им, что кричит, что скандировать, что не скандировать? Вважаю, так, потому что мы в этом переконались, с ними спілкувалися, и они вам, и Кернсу очень доверяют и радуют вашей предприятии. Я думаю, что вы мне тоже в какой-то степени доверяете, но это же не значит, что я могу вам сказать, что вам делать. Сегодня Россия воспринимается людьми как государство, которое максимально хочет помочь той части нашего населения, которое живет на Юго-Востоке. И вот точно так же, как радуются заявления чиновников из Совета Европы, жителей Галичины, киевляне, больше своей части, тому, как радуются, какие заявления делает министр страны, делал Польша или Швеция, они такие всегда делают жесткие высказывания. Точно так же, жители Юго-Востока радуются высказываниям Лаврова и российских политиков, которые говорят абсолютно иные вещи. Это естественное человеческое желание. Люди понимают, что порядок в Украине украинцы уже сами не на виду, что мир в нашей стране зависит от международных посредников, которые должны провести серьезные консультации по Украине. в Киеве это будет или в Брюсселе или в Москве, неважно. И выработать четкий план действий, как выйти из политического и экономического, теперь, наверное, еще социального и экологического кризиса, который наступил. Вы сказали, что есть потери кадровые в областной организации партии регионов. Уточните, пожалуйста, кто вышел и также кто руководит сейчас партии регионов в целом. Вопросы, пожалуйста. У нас написали заявление о выходе из партии. Я сейчас беру только лишь руководителей. Председатель районной государственной администрации и председатель районного совета Близнюковского района. Это Шулец и Бриус. И Бриус. Также написал заявление о выходе из партии регионов председатель районного совета Изюмского Дуванский, но глава администрации пока еще действующий заявление не писал. и Дуванский не являлся руководителем партии. Я просто говорю, что он был избран туда по предложению партии регионов на эту должность. Пока все. вопрос по Украинскому фронту продолжает ли он существовать? Будете ли вы настаивать на выполнении резолюции принятой? И как по поводу мобилизации Народной Гвардии продолжается ли она сколько там набрано? Украинский фронт это все Украинская общественная организация. Она никуда не денется. Сегодня проходит регистрация мы остановились пройдя определенный уже достаточно длинный путь регистрации потому что те люди которые должны были зарегистрировать Украинский фронт в западных и центральных областях нашей страны по различным причинам не смогли довести этого до конца. Кроме этого сегодня только первый день начало работать Министерство юстиции из которого мы ничего не сделаем и государственный реестр я тоже не уверен что сегодня работает потому что были слухи даже по его захвату надеюсь что это была попытка его сохранить принято я так понимаю могли что-то пропустить просто в хаосе Вы знаете меня это абсолютно не интересует я заявление написал отдал его в канцелярию пусть они с ним поступают как обязанности вы исполняет первый заместитель Дулуп Валентин Григорьев и вопрос собственно я так понимаю что Вы хотите быть президентом всей Украины как потенциальный президент как Вы относитесь к информации о российских вооруженных силах Крыму как я могу относиться плохо любой вооруженный конфликт это плохо поэтому мне хочется чтобы без каких-либо вмешательств извне а я пока не вижу вмешательства российской федерации в Крыму не вижу там находятся внутри здания насколько мне известно по разным данным порядка 100-120 вооруженных вооруженных человек кто Вам сказал что это министр внутренних дел например так Вы ему задавайте вопрос и начнем больше информации насколько мне известно это граждане Украины которые таким способом хотят дать больше права почему министр говорил о захвате аэропорта я не могу комментировать слова министра во-первых я их не слышал не читал во-вторых я не обладаю той полнотой информации которая может обладать министр может ему что-то больше известно насколько я понимаю это не компетенция министра внутренних дел комментировать ситуацию по поводу войск или войск подразделений другого государства у нас есть министерство обороны есть СНБО есть какой-никакой исполняющий обязанности президента вот они должны наверное МИД есть и делать высказывания потому что у них для этого есть определенные полномочия у нас сегодня министры они еще и политики разделить политика и министра очень тяжело поэтому они же только с майданов у них риторика еще не нормализовалась поэтому они еще могут делать заявления как политики я поняла что вы не вполне доверяете этой информации да но риск такой есть его проделать ваше отношение а вы позже пришли да я просто на самом начале да я очень коротко повторю я считаю что сегодня в нашей стране создан прецедент когда представители территориальной громады с оружием в руках могут захватывать государственные здания и учреждения собирать людей спрашивать их точку зрения если люди одобряют их намерения то устанавливать новые правила выбирать себе новых руководителей и заниматься вопросами жизнеобеспечения кто-то государства кто-то я говорю о вмешательстве иностранного государства про граждан Украины я поняла я не обладаю информацией что там кто-либо из граждан Российской Федерации или другого государства с оружием в руках захватывать здания и телевизор если будет такая информация я на ней буду реагировать пока я говорю то о чем я смог то что я смог прочитать в средствах массовой информации и по телевизору никто сегодня из официальных высших лиц нашего государства не прокомментировал это как захват Российской Федерации Крым пока там крымчане не требуют принятия Конституции насколько я понимаю 1992 года которая дает им право на очень широкие полномочия и наделяет законодательным правом крымский парламент думаю идея неплохая Конституция 1992 года для Крыма была хорошая Михаил Маркович 23 февраля как-то в чане вышли в памятнику Ленина вы прекрасно знаете называют себя защитниками Харькова туда каждый день приезжает Харьковский городской голова вы туда приезжали но я могу задать вопрос который звучит там от людей бывает там постоянно то есть за это все время ни разу не видели мы не будем утверждать что там их не было но по крайней мере ни выступлений не видели людей депутатов от партии регионов городского совета не видели там представителей молодых регионов не видели паркетных генералов казачьих организаций которые входили в ваш традиционный совет люди спрашивают первое где эти люди и есть ли от них поддержка я неоднократно видел там и Максима Мусеева и Гавреля Михайлова я видел там Володю Тупицину я видел там много депутатов в том числе и областного совета я не могу сказать что это там мало того насколько мне известно они даже помогали с организацией поэтому ну может кто-то хотел бы там постоянного и большего присутствия на мой взгляд на мой взгляд главная ценность того что сегодня происходит в Харькове это как говорится чистота процесса там только те кто хочет там быть туда никого не привозят там никому не платят деньги чтобы они находились это порыв людей и они делают то что хотят сделать я думаю что мы посмотрим завтра с вами завтра суббота или так завтра суббота на вече мы посмотрим да в 12 часов сколько людей соберется в Харькове это тоже абсолютно инициатива Харьковчан не будут собираться сколько бы их ни собралось я обязательно приеду пообщаюсь с людьми и здесь не важно там депутаты присутствуют или депутаты главное что мы Харьковчане стоим вот смотрите я говорю вам абсолютно искренне и осознанно отвечаю за каждое свое слово все что будет от меня зависеть для стабильного функционирования каких-то процессов в нашем регионе я обязательно если будет ко мне такое обращение сделаю себе все зависящее я могу любить новую власть могу не любить по большому счету я ее больше чем не люблю но от ее профессиональной работы будет зависеть жизнь очень большого количества людей иногда в буквальном смысле а не в переносном поэтому я понимаю что на революционной волне приходит очень много людей неподготовленных я не говорю сегодня о первых лицах я говорю еще о заместителях о районном звене руководителей то есть я никому не дал команды кроме своих заместителей я имею в виду директора департамента начальники управления собирайте вещи и уходите я сказал чтобы каждый принял для себя решение самостоятельно у меня не было к сожалению возможности собрать людей в зале по-человечески сказать всем спасибо посмотреть в глаза и дать какие-то напутственные слова я думаю такая возможность будет стабилизируется там ситуация появится руководство и будет возможность этим восходить но действовать на разрушение мы не будем мы будем в жесткой оппозиции мы будем делать все чтобы эта власть долго не продержалась в нашей стране но там где будут касаться вопросы жизнеобеспечения важных направлений в регионе если нужна будет какая-то помощь мы обязательно помним численные потери я прошу прощения метеопорт у нас заканчивается уже час работы пожалуйста метеопорт метеопорт вы говорили что будете баллотироваться в президенты что вы будете писать пока в отставке на следующий день вы его написали это обусловлено тем что вы все таки решили в президенты это юридический момент или вы я сказал вам если что меня это уже не интересует я не собираюсь ничего писать в том плане что как требовали там витянув еще напишите заявление мы уйдем я сказал что эта страница для меня уже перевернута я даже если бы теоретически мне поступило бы предложение остаться на этом посту от новой власти я бы его никогда бы не принял поэтому я написал заявление исключительно для того чтобы разблокировать работу в углу госадминистрации моя подготовка президентской кампании занимает время а также требует от меня поездок по регионам нашей страны и не могут быть заложниками работники угловной администрации которые не смогут элементарно получить визу на тот или иной документ поэтому я разблокировал ситуацию дал возможность в углу для школных обязанностей и еще мы сказали что на вас должна сейчас проводить в ближайшее время для того чтобы обеспечить максимальную поддержку государству и предоставить право спасибо что мы не поняли суть для меня для меня для меня Россия прежде всего если говорить о взаимоотношениях с Украиной это гарант определенных процессов которые у нас могут происходить Россия участвовала во многих судьбоносных для Украины моментах и брала на себя определенные обязательства по целостности Украины по политической ситуации поэтому мы четко понимаем как та часть населения нашей страны которая не испытывает антагонизма к России и у которых желчь не выступает на зубах когда они произносят это слово что ближе всего по духу по менталитету имея к нам Россия и нет более близкого государства мало того мы имеем абсолютно на одинаковые исторические ценности и относимся одинаково к ним поэтому участие России в судьбе Украины для Юго-Востока страны для Крыма это обязательное условие и гарантия спокойствия ни для кого не секрет что Российская Федерация выступая международным посредником в разных переговорных процессах по Украине дает такие месседжи которые с удовольствием принимаются более чем 20 миллионами людей проживающих на Юго-Востоке и в Крыму Европейский Союз со своей стороны оправдывает надежды и ожидания тех кто живет в западной части в центральных регионах поэтому я вижу здесь определенный баланс я почему и сказал что мы без международных посредников не сможем урегулировать сложнейший политический экономический социальный теперь уже экологический кризис который есть в нашем государстве и не надо здесь стесняться или бояться говорить что в переговорном процессе ожидания Юго-Востока и Крыма в отношении России очень велики и люди боятся что по какой-то причине Россия выйдет из этого переговорного процесса потому что Россия сегодня для нас проживающих здесь для большинства не говорю для всех для большинства это тот на кого мы сегодня рассчитываем в плане международной помощи и защиты в том числе и прав граждан Украины в том числе и в том числе в том числе